Несколько метров разделили два здания и все население поселка. Одни уверены, свой гараж и машина, неоценимая помощь при пожаре. Другие боятся, что сама постройка станет причиной ЧП. Здесь просто будет стоять пожарный автомобиль. Выезд отдельный он будет. Как выезд отдельный? Вот он отдельный выезд. Вот он выезд. Здесь идут дети со школы, музыкальные. Здесь идут с общей образовательной. Здесь с садика дети идут. Здесь с магазина люди идут. И вот как раз в это время здесь должна быть пожарная машина. Старый школьный гараж на этом месте был признан аварийным и его снесли. Но вот главный вопрос местных жителей сегодня – почему автомобиль нельзя поставить в другом месте, а никак не рядом со школой? В какой образовательном заведении находится пожарная гараж для машины? Нет, здесь что? Платонки, я не пойму. Это опасно? Это имеется уже котельная. Идет теплотрасса к зданию детской школы искусств. Мы элементарно запитываем без больших затрат и подключаем пожарный бокс для всего одного автомобиля, который будет здесь находиться. За 2016 год было всего только два выезда, два случая чрезвычайных ситуаций, два пожара в поселке. На строительство гаража дали небольшую сумму. И за эту небольшую сумму нужно это все возвести. Пожарная часть в 10 километрах в поселке Чкалов. Это девятый спасательный отряд, который в случае ЧП выезжает на борьбу с огненной стихией в оренбургские поселения западной зоны – караванной Благословенку и Чкалов. Чтобы выделили отдельный спецтранспорт именно для Самородова, в 2015 году администрация поселка обращалась в федеральную службу по чрезвычайным ситуациям. А вот обращения по проблеме его строительства поступали и в городскую архитектуру. Если гараж имеет назначение вспомогательное, то разрешение на строительство получать не требуется. То есть собственник сам на территории определяет место расположения. Ну, конечно, у него должен быть какой-то проект, проектное решение по соблюдению разрывов нормативных, расстояний и так далее. Подтверждений, что строится пожарный гараж для пожарной техники у нас пока нет. В настоящее время уточняется, проверяется информация совместно с округом, с северным округом, куда относится поселок Самородова. Подтверждений нет, однако стройка в разгаре. Причем, по словам самих жителей, еще с весны они обивают пороги инстанции и одно за одним направляют обращение к чиновникам. К Бриневу обращался, обращался к Арапову, обращался к Чуфистову. Море ответов. Ничего страшного, ничего плохого в этом нет. Мы сэкономим средства, будет пожарная машина для села. Ваше обращение 05-04-2017 по вопросу реконструкции здания школы. Направлено письмо информационного характера в ладроизловые поселки Самородова о необходимости получения разрешения на строительство, реконструкцию, а в случае строительства – реконструкция объекта в капитальном строительстве. Администрация поселка, управление архитектурой, глава Оренбурга и теперь уже прокуратура. 600 жителей поселения подписались под коллективным обращением против строительства. Мы не против того, чтобы в селе была пожарная машина. Мы только за. Это доброе дело. Согласовано ли строительство гаража с Оренбургским департаментом пожарной безопасности? А главное, какие нормативы предусматривает закон весьма неоднозначной ситуации подобного соседства? Ответы на эти вопросы мы ждем от регионального МЧС и продолжаем следить за развитием ситуации. Ведь пока жители высказывают беспокойство, стройка набирает обороты. До официальной сдачи объекта меньше месяца. Анна Втюрина, Константин Воробьев, Новости дня.